Друзья, всем привет! На связи Андрей. Сегодня наш первый урок по бизнесу на микрозелени. Как проанализировать спрос на микрозелень в своем городе, в своем регионе. Как узнать, какую микрозелень готовы покупать клиенты, о какой микрозелени они уже знают. Какую микрозелень они ищут и хотят уже купить. Это касается не только именно микрозелени, это касается и семян и готовых каких-то наборов. Все, давайте начинаем. Сейчас я вам все покажу, как проанализировать спрос. Поэтому не переключаемся, смотрим до конца. В конце будет небольшая фишечка для вас. Итак, друзья, я занимаюсь интернет-маркетингом уже достаточно давно. Сейчас я вам покажу пару фишек, которыми я сам пользуюсь по продаже микрозелени, по анализу спроса на определенный вид микрозелени. Смотрите, есть такая система аналитики, называется Яндекс.Вордстат. Можно вбить wordstat.yandex.ru. Вы попадете на такой сервис официальный Яндекса, где можно посмотреть в своем регионе спрос на определенную микрозелень. То есть, например, мы введем в это поле фразу микрозелень. И во всех регионах выберем свой регион. Вот я, например, живу в Ярославской области. Мне подходит и Ярославль, и Ярославль, точнее Ярославскую область, и в Ярославль я могу поставлять. Нажимаем выбрать. Так, сейчас, секундочку. Все, я завогинин. Вот. Ярославль, Ярославская область. То есть, тут надо завогининным быть, ввести свою почту. Итак, что мы видим? Мы видим, что по Ярославской области и по Ярославлю 1329 показов. То есть, ровно, примерно такое же количество, там 1300 раз в Яндекс вбивают, ищут в поиске микрозелень. То есть, мы видим, что большинство запросов это просто микрозелень, микрозелень купить. Кто-то вот вбивает, ищет, как выращивать микрозелень, семена, например. То есть, нам нужно отобрать, в первую очередь, коммерческие запросы, под которые мы можем сделать предложение. Вот, например, микрозелить семена. Семена микрозелень купить. То есть, соответственно, в моем регионе, в моем городе и области есть спрос на семена микрозелени. То есть, я могу, например, не только продавать микрозелень, но и продавать семена. Кстати, по поводу продажи семян, где их дешевле всего по оптовой цене в розницу закупать, я вам сейчас подскажу. Вы, наверное, уже видели по прошлым видеозаписям и по тому, какая микрозелень у меня вырастает. Это все благодаря хорошей всхожести семян. Семена я заказываю в компании ProSemina. Вот они, кстати, эти семена, которые мне пришли. И ссылочку на контакт поставщика из ProSemina я оставлю в описании и в комментарии закреплю. Пишите в телеграм-канал, заказывайте, скажите, что от меня цены очень хорошие. Смотрите, мне пришел редис Red Coral, редис санго, шпинат, зеленый редис, редис чайна-роуз, крест-салат, базилик микс, базилик цитрусовый, базилик ереванский, редис французский завтрак, горчица, барага, там сельдерей, там есть абсолютно практически все, что запрашивают мои клиенты и цены. Очень вкусные друзья. Итак, вернемся к анализу спроса. Смотрим, у нас в городе, в Ярославле, в Ярославской области запрашивают горох, соответственно, семена. Семена вы, например, можете тоже в ProSemina купить оптом, да, и уже продавать в своем регионе с какой-то определенной накруткой процентом. Проращивание, вот набор для проращивания микрозелени можете формировать, то есть агровата, пакетик с семенами и контейнер. Вот запрашивают редис, горох, горчица. По-любому здесь есть подсолнечник. Так, ну-ка, сейчас посмотрим мы. Да, вот, подсолнечник тоже запрашивают, но подсолнечник реже, рукава, дайкон. То есть спрос есть, он не такой большой, но давайте посмотрим историю запросов. Здесь это капча, сейчас ее введем. Историю запросов, и вот мы можем видеть вот такой вот график по истории запросов. Когда идет спад, а когда идет сезон. То есть, как ни странно, по идее на микрозелень сезон должен идти именно зимой, правильно? Когда у людей нет огорода, с огорода они не могут получать зелень. Соответственно, мы можем больше продавать. Вот смотрим, здесь у нас идет вот сентябрь, и пошел ноябрь, декабрь, ну, ноябрь, декабрь, январь, февраль. И вот ближе к марту, вот он, пик сезона заканчивается в феврале. И с февраля, то есть вот он начинается с конца августа и до конца февраля. И уже с конца февраля, в мае он начинает падать. То есть, сейчас у нас ноябрь месяц, конец ноября. Сейчас прямо самый идет сезон, поэтому вы можете настроить рекламу по тем запросам, которые у вас ищут. Если мы видим, что, например, в 2019 году, вот видите, приход в 2019 году, 182 запроса было в месяц в среднем, запрашивали микрозелень. И в это 11, 1, 1 ноября 2019 и 1 ноября 2020 уже 731 запрос. То есть практически в 6 раз вырос спрос за год, за год в 6 раз. И сейчас вот мы видим уже, что в 2021 году, вот он нам статистику за прошлый месяц показывает, уже 1000 запросов. То есть 700 до 1000 выросло. И сейчас мы видели, что уже 1300 он нам показывает. Просто он в этой статистике еще не отобразил, потому что месяц еще полный, календарный не закончился. То есть спрос на микрозелень растет, конкуренции практически нет. Если вы сейчас, например, создадите рекламную кампанию, когда вот, например, люди в Яндекс вводят, вот, например, микрозелень, купить в Ярославле, предположим, да? Здесь сайты, которые торгуют по всей России. То есть вот этот 912, вот, например, iTrawi зайдем, да? Они, иллинские травы, он не ярославский сайт, и у них будет только доставка. То есть доставка с ДЭКом, почта России или еще какой-то другой. То есть придется ждать, там, например, там, ну, от 5 дней, пока клиенту придет эта зелень. Но вы понимаете, что она за 5 дней уже завянет. Соответственно, в Ярославле, вот, например, в моем городе, кто продает микрозелень, конечно, есть такие люди, но они не рекламируются именно в Яндексе. Соответственно, если я сейчас настрою рекламную кампанию, и когда человек будет вбивать микрозелень, купить в Ярославле, то он будет видеть мою рекламу, мои ярославские контакты, мой ярославский номер телефона, и он у меня будет заказывать у единственного эту микрозелень. Например, можно заказы, там, от 500 рублей, например, за партию взять, и уже с доставкой по подписочке. Ну, там очень много фишек, я не буду сейчас все раскрывать поэтапно. В последующих видео я вам все расскажу. Итак, вернемся от настройки рекламной кампании и дальше к анализу спроса. Это у нас первый способ, где мы видим, что у нас запрашивают. Второй способ, есть такой сервис, называется Букварикс. Его вы тоже можете найти, так, также вы его можете найти в Гугле и в Яндексе, просто вбив Букварикс или введя адрес букварикс.ком. Здесь мы также можем проанализировать, это не сервис Яндекса, это база ключевых фраз, поэтому по конкретному какому-то небольшому городу здесь может не оказаться статистики по фразам вообще. Поэтому я советую использовать этот сервис для потенциального спроса, так как у нас Москва столица России, то мы можем посмотреть, что пользуется спросом уже в Москве, того, чего нет в вашем регионе, например, в сервисе Яндекс.Вордстат. И если в Москве на этот спрос пошел, очень большая вероятность того, что спрос в вашем регионе тоже будет. Поэтому вводим. Микрозелень Москва, предположим, да? Вот микрозелень Розница. То есть это сервис, вот, например, за 100 грамм, это, например, сервис, который позволяет видеть ключевые фразы, которые не отображает статистика Яндекс.Вордстат, потому что Вордстат показывает не все поисковые фразы. Также здесь вам полезно будет указывать не свой регион, а, например, всю Россию. То есть ориентироваться на всю Россию, потому что если в других городах есть спрос, как я уже сказал, то он, возможно, появится и в вашем регионе, если его нет. Вот. Здесь вот редис. Здесь вот даже если посмотреть, там, например, по всей России, то большинство спроса это редис, подсолнечник, горох и горчица. И наборы. Кстати, на наборы тоже очень большой спрос. Также вы можете зайти в сам Яндекс в своем регионе и вбить запрос, например, микрозелень купить. И вы вот здесь после микрозелень купить поставьте пробел. Вот это самые популярные запросы в поисковых подсказках. Это называется поисковые подсказки, которые чаще всего люди вбивают с этой фразы. То есть, например, микрозелень Ярославль, да? И вот мы видим, микрозелень Ярославль купить, купить семена, инстаграм, где купить. То есть, инстаграм, раз запрашивают инстаграм, значит, люди, можно создать инстаграм, и под Ярославль уже есть спрос и в инстаграме. То есть, такой канал трафика тоже нельзя терять. Как настроить рекламу и как настроить таргетинг на продажу микрозелени. Для тех, кто интересуется ей в вашем городе, в инстаграме, я уже буду рассказывать в других видео уроках. Ограничимся только этим. Спускаемся вниз. Так, сейчас давайте введем микрозелень Ярославль. Спускаемся вниз. И вот мы видим, что в Ярославле в ЖИК есть у нас в ЖИК конкурент. Вот он ЖИК, его инстаграм. То есть, который уже люди прямо вбивают и ищут непосредственно наименование компаний, бренда, который занимается продажей в Ярославле. То есть, если вы, например, начнете развивать свой бренд, будут запрашивать и его. Ферма, выращивание микрозелени в домашних условиях, как бизнес, самое вкусное. То есть, вот какая микрозелень самая вкусная, то есть, люди уже, которые интересуются микрозеленью, но еще, видимо, не пробовали ее и хотят попробовать, слышали о ней, да, например, видео в Ютубе смотрели. Они хотят узнать, какая самая вкусная – это информационный запрос. То есть, информационный запрос, он потенциально может перейти в коммерческий запрос. То есть, вы, например, написали, у вас есть сайт, или вы создали сайт, или у вас есть группа ВКонтакте или Инстаграм, вы создаете пост, например, какая микрозелень самая вкусная. И человек, который запрашивает этот запрос, он попадает на эту страницу, видит, где вы рассказываете, какая микрозелень самая вкусная, и что вы ее продаете, причем в его городе по хорошей цене. И ему остается только просто нажать одну кнопочку и позвонить вам. То есть, этот человек может с большей долей сконвертироваться и позвонить вам. В принципе, вот эти все сервисы, вот они, кстати, эти поисковые подсказки, все эти сервисы – Яндекс.Вордстат, сам Яндекс.Поисковые подсказки, Букварикс, есть еще у Гугла такой же планировщик ключевых фраз. Сервисов очень много, благодаря ним вы можете грамотно настроить рекламную кампанию под своего клиента, под свою целевую аудиторию, которая интересуется покупкой микрозелени именно в вашем городе. Как это сделать? Я могу создать отдельное видео, в котором я расскажу, как создается рекламная кампания в Яндексе, как она настраивается, как ее оптимизировать, на чем можно сэкономить, на чем нельзя сэкономить. И какие есть рекламные стратегии, а их там больше семи вообще существует, и какими выгоднее всего пользоваться. Эта информация очень важная, она ключевая, она очень дорогая, потому что в этом нужно иметь очень большой опыт. Я готов им поделиться с вами, но взамен на вашу поддержку, поддержку лайком, подписку. И если вам данная тема интересна, и вам будет полезно узнать, как настроить рекламную кампанию, как продавать микрозелени в вашем городе уже через интернет, как создать сайт одностраничный самому, причем не потратив на это практически никакой копейки. Если вам это нужно знать, и вы хотите, напишите в комментариях, например, плюс, или напишите, хочу видеоурок по настройке рекламной кампании, и я тогда запишу отдельное видео на эту тему, если хотя бы будет от 10 человек интересоваться этой темой. Все, друзья, не забываем подписываться на канал, если вы смотрите мое видео первый раз, и обязательно поддержать канал лайком и поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующее полезное видео. И еще один момент, у меня есть телеграм-чат, в котором уже почти 300 человек. Телеграм-чат, он закрытый, ссылочку я также прикреплю в описании этого видеоролика и в комментариях. Переходите, подписывайтесь, мы делимся опытом выращивания определенных, даже не определенных, разных культур микрозелени, бэби-лист, делимся опытом продаж, и всего-всего-всего совершенно бесплатно. Поэтому обязательно подписывайтесь на телеграм-чат, это будет полезно и вам в том числе, и всем другим новичкам, которые будут приходить, потому что они будут задавать вопросы, вы будете делиться своим опытом, они будут делиться своим опытом, и потихонечку-потихонечку мы захватим, захватим, как говорится, мир, зеленый мир, сделаем людей более витаминными, более здоровыми. Все, друзья, на этом все, всем пока!